Я такой горю ей ходяюсь ТРИСТА! Она такой А ДРАКТОРИСТА!!! Ну, конечно Жена у меня юморная ВООО� И такие подумали ...Черевяк обош tribe Черевяк ползет Это к дождю, 100% Надо бежать в дом Понимаешь?! Черевяк? Боже! Вообще ливень! Вот! А дальше... ... А дальше Крипер! Ну, как Крипер понят, у меня всегда в кармане с собой Потому- что я же Майнкрафтер можно так сказать Она говорит Покажите , купи Она говорит, покажи своего крипера. Я такой мало знакомый ещё крипера своего показать. Дамы и господа, добро пожаловать в нашу новую передачу Суфлёр в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет, всем привет. Добро пожаловать, добро пожаловать. Садитесь, садитесь, компания. Ну что же, дамы и господа, в сегодняшнем шоу мы будем создавать всякие различные жизненные ситуации и усложнять их чудесными способами, которые мы вам расскажем чуть позже. Конечно же, и в первую очередь не забывайте ставить лайки на наши видосы. Вот эти два видоса. Давай наберём хотя бы с вами, ребята, по 15 тысяч лайков и сразу же выйдет следующая серия. Если не наберём, то, к сожалению, не выйдет. Поэтому, ребята, не лентитесь, ставьте лайки. И мы очень надеемся, что вам вот эта новая рубрика понравится. И да, и, собственно, пройдёмте уже ситуацию. Давайте, давайте. А в общем, ребята, извольте поприветствовать нашего сегодняшнего гостя Евгения Чернявского. Кипер-бар! 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 Тихо, здорово. Здравствуйте, уважаемые друзья, здравствуйте. Здрасте, здрасте. В общем, ребята, сейчас мы немного объясним вам правила данной рубрики. В этой рубрике, друзья, мы будем придумывать различные ситуации, из которых нужно будет как-нибудь выпутаться. Но не всё так просто, ребята, мы решили усложнить себе задачу и давать друг другу подсказки, которые только будут усложнять данную импровизацию. И Жеке будет намного сложнее выпутаться с данной ситуацией. Таким вот жестом Жека будет просить у меня какое-то рандомное слово, которое вообще просто никак не будет ассоциироваться с данной ситуацией. И Жека как-то должен будет найти выход с этой ситуацией, с этим словом, как бы ему сложно не было. Что самое главное, не тупить, Жека. Я был позором. Это всё реально импровизация на ходу. Пять минут без остановки. Разговор, разговор. Начинаем, ребята. Ну шо. Я готов. А, а что за сценка? Готов он, готов. Я готов. В общем-то, друзья, ребятишки. Эдисон, я... Я воюй. Я мужик. У меня, короче... Я мужик или я мужик. Ну ты тоже мужик. У меня сорокет. У меня есть жена. Я, короче, приходу к себе домой, к своей женюле. А ты, мой друг, валяешься с ней в кровати. Что же ты будешь делать, в принципе? Давай оправдывайся. Поехали. Ой-ой-ой-ой, Эдуард, это что такое? Вы с моей женой в одной постели. Какие вы? Почему вы вообще на вы? Мы с друзья с нами. Ты вообще охренел меня. В общем, в общем, Жека, это не то, что ты подумал. На самом деле, я тут с ней... Жопа. Я тут с ней жопу тренировал. Личный тренер, понимаешь? Качаем по 10 раз в день. Вот смотри, какая она накачанная. Вообще, устала, вот прилегала. А я тоже как бы не железная. Я вот тоже жопу накачал, и потом... Луна. И потом смотрю, какая луна красивая. А она же романтику-то любит. Не важно, что ваша нация. Смотрим такие на луну, на луну. Смотрим час-два. А как бы устали уже, понимаешь? Устали двоихся на луну смотреть. Вот. И такие подумали. Червяк. Червяк ползет. Это к дождю 100%. Надо бежать в дом, понимаешь? Червяк, дождь. Вообще, ливень. Да. Вообще. Вот, цунами. Вот, мы такие побежали в дом. А тут кровать. Вот. А мы потом... Батарея. Смотрим, батарея. Отопление у вас... Слушай, вообще, заживись дома. Вот. Мы, конечно, разделись. Поэтому мы и разделись. Поэтому она в трусилях. А ну да. Отопление у вас вообще на максимум. За час там плюс 40. Вот. Она разделась. И такая говорит мне. Борщ. Борщ. Хоть я тебе борщ сварганю. Я такой. А кухня-то у вас где? Кухня-то у вас дома нету. Я такой. Неважно, к соседям пойду. Соль попрошу за одну борщ сварганю. Я такой. Ну как? Я не против. А муж-то против не будет? Муж, муж, муж. Да нет. Муж у меня вообще понимающий человек. Ну, хорошо. Раз у меня проблем не будет, иди в органь борщ. Она, короче, пошла. А я сижу такой. Доска. И смотрю на доску, кстати, где? Вот. А это оказывается... Зеркало оказывается. А я думал сначала доска. Вот. Пока она там борщ готовила, я причесался. Там волосы уложил. Там разделся. Ну потому что отопление. Как бы отопление. Вот. Сижу и жду борщ. Вот. Жду, жду, жду. И потом... Прыщ. И потом прыщ выскочил. Я такой. Твою мать. Я только что волосы укладывал. А тут прыщ. И начинаю давить. Давлю, 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 давлю. Вот. Спотел прям. Я вспотел. Такой. Прям как после марафона какого-то. То есть уже такой. Прыщ выдавил. Но отдохнуть. Но отдохнуть-то я не успел. Потому что... Кролик. Потому что... Кролик у вас сбежал. У вас в этом... В шкафу кролик. Где шкаф? Вот. В шкафу кролик был. Что у вас в шкафу кролик делали? Капец, конечно. Я вот так же. Капец. Кричу там. Отжало, отжало. Неси борщ. Кролика лови. Столб. Кролика лови на столбе. Повеси паскуду. Пробрался в дом. Такой вообще вверх. Сжигать надо. Как ведьм. Понимаешь? Вот. Да не. Она зачем сжигать? Лучше... Еще один борщ. С кролятины заваргаем. Я такой. Ну как бы один борщ там уже есть. Зачем еще один? Да. Как бы я обожру тебя. Я вообще-то качаю. Зачем мне много жрать? Она такая подумала. Ну и потом. Карандаш. И потом увидела карандаш. Вот. Говорит. Карандаш. Номер это. Номер это у вас моего нету. И написала номер. Перезвонили. Ну чтобы записать номер. Ну спасибо. Как бы мне еще с вами тренироваться. Я вам позвоню обязательно. А такая горит. Иван Гайя. Такой. Конечно. Вот. Вот. Перезвони ты, перезвони. А ты как я знаю ютубер. А Иван Гайя знаешь? Я такой. Не. Как бы. Я его видел. Да. Пару разочку. Но прям личность им горит. Нет. Вот. Она такая. Ну как бы. Ну. А че. А че мне тогда с тобой делать? Просто ты Иван Гайя не знаешь. Я так надеялась. Все ютуберы знают друг друга. А ты? 228. А ты 228. Шапку нацепил. Свой придур. Придурковатый. И уходишь. Типа. Это АК. К47. Знаешь. Ущетмен. Вот. Вот. Я такой. Ты же дура. Как бы. Я. К47. Не слушаю. Я вообще. Зарубежный рэп слушаю. Понимаешь. То, что кепка. Это не моя. Как бы. Вот в зале там. Поднял и надел. Ну. Потому что. А ща снял. Потому что отопление. Вот. И такой горю ей. Тракторист. И такой. ТРИСТА. Она такая. А. У ТРАКТОРИСТА. Ну. Кажется. Жена у меня юморная. ВОО. А что ты с ней в обнимку-то лежал? Вот. Именно. Мы с ней поугарали. Она оценила мое чувство юмора. Типа. Я не с одной. Про триста. А то есть ты трактористом, да, был? Вообще-то да. Как бы. Почему я такое накачанное? Поле вот. То есть она у тебя. Это да? Что она у меня? Она у меня ничего. Вот именно. Как бы. ТРИСТА. Тракториста. Я-то на поле работал. Ага. В молодости. Картофан копал. Бабуле помогал. И продавал. Но после этого. Кирпич. После этого. Взял строить кирпичные дома. Понимаешь? Я всем. И. Картофан сажал. И. Строителем был. Вот сейчас как раз таки тренером. Потому что я с вашей женой как бы уже задницу качаю. Вот. Вот. А дальше. Крикер. А дальше. Крикер. Ну. Как бы. Крикер. Понятно у меня всегда в кармане с собой. Ну. Потому что я же Майнкрафтер. Можно так сказать. Ну. Она говорит. Покажи. 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 Майнкрафтеров Крикера в кармане. А если он взрываться начнёт. Ну. Вообще. Когда вы его увидите. Подождите. Не надо крипера пока показывать. Давайте чуть позже. А сейчас. Волосы. А сейчас я ещё раз волосы пойду уложу. А то меня. Пока я тут прыщ выдавливал. Они у меня опять растрепались. Вот. Ну. После этой всей ситуации. Истории. С борщом. С кроликом. Крипером. С 28. И многим другим. Мы такие. Бомба. Увидели бомбу. Мать её. Вы же кем работаете. Вы же на заправке работаете. Чё у вас бомба дома. Капец. Вот. И мы такие. Вот так взяли. Друг с другом. И понесли. Бежали как сумасшедшие. Выключит через окно. И потом друг на друга так упали. Поэтому в обнимку как бы лежу. Типа. Всё. После такого денька надо как бы расслабиться. Такой. Легли. Легли. Как бы уснули. Ничего не было. Вот. Мы просыпаемся. А тут кефир. А тут кефир ещё больше прокис. Кефир как бы уже прокис. А он ещё больше прокис. Ну. Мы его выпили. Пофиг как бы. После такого денька. А тут вы пришли. Вот. Вы пришли. И прямо сейчас со мной разговариваете. Вот я вам всю историю рассказал. Больше. Дальше вы уже всё знаете. Ну ладно. Ладно. Эдисень. Конечно. То что ты с моей женой в одной кровати. Это не очень хорошо. Но я так уж быть тебя прощу. Правдоподобная история. Спасибо. Вот мой номер. Звоните, если жопу накачать надо будет. Не. Ну ты, конечно, жёсткий. В общем, Жекер. Ну. Какая у тебя история. Ну. У тебя очень. Очень простенькая история. Да. Просто я прихожу домой. К жене. А жена разбила мою любимую машину. Вот. А я жена. А ты жена. Ну нормально, нормально. Ну просто девушка. Вот. Ты разбила мою машину. Угу. В общем, дорогой. Дорогой. Прости меня. Я просто понимаю, что нашим другом Ахмедом решила поехать. Кишечник. Мы решили поехать промывать нам кишечник. Потому что он так засорился. Просто жесть. Мы, короче, отправились в Амстердам. Отправились в Амстердам. Там, говорят, просто лучшие врачи. Просто лучшие врачи. Ну, я знаю, долго ехать. Там опасные дороги. Там, кстати, и горы, и прочее. Всякое. Кроссовки. Всякие кроссовки на дороге валяются. Там, ну знаете, в Амстердаме, конечно, ужасные вещи творятся. Ну, мы с Ахмедом решили туда поехать. Ахмед. Ахмед. Ахмедом. Вот на нашей машине мы поехали. И по дороге... Морковка. По дороге. Морковка по дороге была. Это просто... Морковка. Это ты просто не понимаешь. Это по-амстердамски. Штык такой торчал. Штык. Мы на него... Полицейский. Мы на него как полицейский приехал. Мы не знали, что делать. Полицейский хватает Ахмеда и... Трусы. И трусы у него и снимают. В Амстердаме так принято. Вынимает... Снимает с него трусы и начинает смотреть... Облако. Снять смотреть на облако. Вообще не понимали, что происходит. Я стою. Машина на морковке. Мы с полицейскими все обсуждаем. Ахмед стоит без трусов. И дальше... Шестой этаж. И дальше мы поехали на шестой этаж. Мы поехали на масштаб. Там была парковка. И мы поехали на шестой этаж парковки. Мы, короче, припарковались. Туда машина уже немножко, конечно, помятная была из-за морковки, которая у меня вошла. А, ясно. Вот. И там на парковке... Чупакабра. Там, короче... Я открываю дверь и там Чупакабра на меня... Чупакабра на меня свою. Говорю тебе. Сначала морковки, потом Чупакабры. Это Ахмед. Это я еще не... Я как побежал. Я хлопала дверью. Отбежала от машины. Побежала туда-сюда, туда-сюда. Побежала за Ахмедом. Взяла Ахмеда. Выбежи на улицу. И тут смотрим, подъезжает брат Ахмеда. Его зовут Ибрагим. Ибрагим? Ибрагим его зовут. Да ладно. И тут Ибрагим... Лабутены. На лабутенах такой. На лабутенах. Ибрагим? Я думаю, вот брат, конечно, Ахмеда дебил. Мы думаем, что с машиной-то делать? И вот... Кокос. Кокос решили купить. На рынке решили купить кокос. Там был рядом как-то рынок. Вот я вижу. Кокосик. Но кокосик-то нужно было как-то открыть. И мы... Фасоль. И мы решили купить ещё фасоль. Специально. Фасоль подходит по дырочкам. Мы в этот кокос сложили. Но кокос не помогал. Машину-то нужно было забирать. Она на парковке. А там Чупакабра. И мы решили... Плейбой. Мы решили ещё купить плейбой. Ахмеду плейбой. Да. Ахмед и Ибрагим, они... В общем, у них нету девушек. Вот поэтому мы решили купить им плейбой. Но вот после плейбоя мы точно решили. Машину нужно спасать. Без неё никак. И мы пошли... Мистер Джекистан. И мы пошли искать мистера Таджикистана. Это, короче, местный... Местный... Точнее, не местный. Но это у Ахмеда такой друг есть. Который выручает его в любых ситуациях. Мистер Таджикистан. Вот мы, короче, искали мистер. Не так его назвали. Да. Мы с мистером Таджикистаном... Пошли на парковку. И там... Трубочки. Там трубочки. Там были трубочки. Мы решили их взять. Но может пригодиться. Трубочки. Обычные трубочки. Просто, знаешь, там колу попить. Там как в кокосик можно было. В машине и видим шторы. И видим шторы. Думаем, может, что и шторы прикладить с собой. У нас же есть дома шторы. У нас-то есть дома шторы. Но Ахмеду... Ахмеду нужно. Ахмед вообще такой, знаешь, он всё забирает. Всё постоянно забирает. Ну вот, короче, дошли мы до машины. Открываем дверь и... Елдак. И там на сиденье... Елдак. Такой прям елдочил. Елдак. Ахмед как увидел сразу, такой посмотрел и... Красный макасин. И сказал, красный макасин. И у него, видимо, знаешь, просто в сердце заиграло вот это вот. Вот это красный макасин. Елдак. У них, видимо, это как бы... Да, я... Да, я в них понял. Да, вот. Он, говорит, взял елдак. Взял красный макасин. Начал с ним танцевать. Ну всё. Потанцевал, хватит. Я говорю, садись в машину. Нужно ехать дальше. Вот. Мы сели в машину и... Клик-клак-бэйн. И решили послушать. Клик-клак-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Ну, короче, Ахмед там вообще начал с ума сходить. Автомат достал в окно стрелять, наверное. Да, в окно. Ой, Ахмед вообще-то любит. Ибрагим сидит такой на лобу тенок. Думает, что происходит? Вот мы приехали в Амстердам. Земляной сок. И земляной сок. Так что вы видели в Амстердаме? В Амстердаме что-то было. Финал. Чем вы приехали в Амстердам? А, кис-цепик. Земляной сок очень вообще короткий. Все, женщина, заткнись. А машину-то что разбила? Где машину разбила? Так, подождите, я говорю. Земляной сок очень хорошо помогает кишечнику. Ну, он на кишечнике-то помогает. А вот машине он явно не помогает. Ну, в общем, выпила я земляной сок и... Колесо. И колесо! Отвалилось колесо! Ага, вот оно, почему его нет. Ага. И где оно? Оно... Ну, земляной сок его растворил. Так ты же его пила. Ты его пила из меня выливалась. Вот специальный сок. Я пью, из него сразу выливается. На колесо попало, что колеса нет. Ну, вот, короче, потом мы заказали... Пиццу. Пиццу. А, разбила мою машину и пиццу заказала. Хочу, что не воняру там отпраздновать. Ну, просто, я просто подумал, что пицца, она идеально подходит на колесо. Да. Можно его поставить. На тесте. Да, и мы, в общем, поехали на пиццу. Но, как ты понимаешь, далеко мы не уехали. И тут мы уже подъезжаем к дому и... Лошадь. И тут лошадь. Я не умею водить машину, не успела нажать на тормоз. Пицца отлетела и мы... Кактус. И мы врезались не в лошадь, а в кактус. Понимаете? У нас кактусы не растут на улице. Кактусы... А там просто кактус покупал. А, такой маленький. Да не, большой. А, большой кактус. Большой кактус на дороге стоял. Вот мы в него врезались. Тут вообще все сокла полетели. И вот я увидела гараж. Баджаджан. Баджаджан! Закричал Ахмед. Вот. Ахмед закричал Баджаджан. Я говорю, что все, сумасшедший. Давайте засовывайте свою машину в гараж. Мне тут перед мужем еще оправдываться. Вот. И вот так вот. Вот. Ну хорошо, хорошо. Вот почему, да? Они тут стоят. Да, я правильно. Нет, и вразник, конечно, я сейчас. ООООООООООООООООООООООООООООООООООООО! Баджаджан! Чего это такое? Ни��, ни��, ни нажмите на рандомную кнопку. Этот чёрт психа не помешает. Ну ладно, ну да. Получилось вроде прикольно на самом деле, да. В общем, ребята, мы очень сильно надеемся, что вам понравилась эта рубрика, потому что снимать такое на самом деле очень даже сложно. Давайте наберем хотя бы по 15 тысяч лайков на обоих наших видосах, и мы обещаем то, что сразу же выпустим следующую серию, потому что рубрика на самом деле очень даже интересная, но очень странная. Такого вы точно еще до нас в Майнкрафте не видели. Поэтому мы будем прощаться, а я этого придурка сейчас стакан кинул и бьём нахрен! Иди сюда! Нет, нет! Понимаете, нажрался всяких конфеток, там, таблеток, но гого-го другого. И чтобы я не спал, понимаете, я... Умер. Я умер на 2 часа, но умер и сон это разные вещи. Какие деньги? Мы вообще бомжи какашки пособирали, думали на картофан поменять. Короче, или мы инопланетяне. Или мы инопланетяне, или мы бомжи. Вот я не знаю, кто мы такие. Это не очень. Умер. Ну, это все. Я не знаю, кто-то. Поехали. Продолжение следует...